я помню как-то отдыхал в испании ну как отдыхал в основном отдыхал и иногда у меня были уроки по skype потому что как раз это был октябрь а в ноябре был очень важный экзамен сайте у нескольких студентов и они прямо не хотели ой пожалуйста не уезжайте я сказал ну окей я буду давать вам уроки по skype и такие ну хорошо и я эту картину не забуду никогда вот я на пляже там кораблики гуляют ну солнце море и это это майорка кстати и гуляют все все представители всех национальностей со всего мира а я даю экзамен а я даю урок по skype это конечно было очень прикольно но вот это видите такое незабываемое впечатление тогда я на лавочке сидел с помощью телефона давал давал урок и вот самое интересное что это эта студентка которая 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 была на уроке она уже в этом сентябре сейчас 2018 она уже начала этот сентябрь в нью-йорке как вы поняли она сдала сдалась идти неплохо поступила в американский колледж ее зовут ксения и я нисколько не жалею что я потратил часть своего отпуска на 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 преподавание через через skype и одну из книжек которые я использовал тогда это было практически год назад это berns writing workbook то есть работа рабочая тетрадь по SAT writing во первых давайте разберемся что имеется ввиду под SAT writing SAT то есть Scholastic Aptitude Test включает в себя три обязательных части и необязательное эссе три обязательных части первое это critical reading второе математика третье это language writing and language test в первом проверяем аналитические навыки vocabulary то есть словарный запас умение найти основную идею умение понять цель высказывания и так далее во втором математика ну не могу ничего прокомментировать это без меня я все-таки английский преподаватель и третье writing and language test это когда вас проверяют вашу грамматику построение предложения то есть вы ищете ошибки и ну и следите за тем чтобы последовательность предложений в тексте была правильной то есть что такое writing and language test это тест по сути тест вашей грамматики частично понимание идиоматических выражений насколько вы можете заменить ну перефразировать их но в первую очередь конечно же таких структур как subject verb agreement то есть согласование глаголов предложений затем правильные временные формы использование времен в зависимости от контекста затем построение правильных правильных предложений то есть compound and complex sentences сложно подчиненных и сложно сочиненных и пунктуация в них затем словообразование и различные слова формы ну в принципе такие эти такие задания как могут нам попадаться в олимпиадах потому что олимпиады собственно берут отсюда задания иногда больше олимпиады конечно берут из кембриджских экзаменов но это это другой вопрос я думаю что я описал более менее понятно что из себя представляет третья часть сайте вы можете скачать практический тест и там вот очень будет наглядно вам вы поймете как вот эта книжка помогает вам в улучшении своей грамматики здесь видно как она построена во первых то есть первая часть нам помогает помогает определять ну какие ну на какие темы есть задания в сайте то есть это вот пожалуйста noun verb agreement то есть согласование то есть первое открыл сразу же согласование глаголов затем parallel structures то есть однородные члены предложения затем вступительные фразы вступительные словосочетания вступительные части предложения то есть нас тестирует по грамматике от и до ну сенте строк чудо-да-да-да wordiness то есть как избавиться от лишних слов и сказать предложение ну просто и четко на академическом concise english concise то есть минимум слов больше больше смысла этому посвящена первая часть учебника затем после первой части идет сразу же тест тест a b c здесь здесь три этих теста и ну я считаю достаточно чтобы хорошенечко прокачать данный навык то есть определение ошибок и правильного построения предложений текстов и использования слова форм а после этого внимание барабанная дробь с эти эссе вот в основном мы и занимались с ксенией с эти эссе что изменилось в этом эссе в 2015-16 годах вы знаете что вы может не знаете но если интересовались вы знаете что эти меняется и уже ну уже когда я начал помогать студентам готовиться с эти он уже два раза поменялся и в чем ну почему это происходит ну наверное что-то было не так раньше но насчет насчет эссе эссе было самое обычное opinion эссей но сегодня это чтобы подготовиться с эти эссе это нужно ну время усердие и структурное понимание что вы делаете что я имею ввиду то есть когда когда вы читаете за задание в задании вам дается артикл то есть какой-то какой-то длинный текст скорее всего публицистический ну то есть просто из интернета вы можете его загуглить кстати и вам необходимо прочитать этот текст и сказать как автор убеждает ну то есть в чем автор убеждает своего читателя и какие он при этом используют средства и какие как он выстраивает свой аргумент и когда ну первое первое что нужно сделать это прочитать этот артикл прочитать прочитать этот текст и подчеркнуть основные то есть основные моменты в чем автор убеждает какие ну какие аргументы он выдвигает то есть как он строит свою аргументацию и третье какие языковые средства он использует то есть это либо word choice то есть выбор определенных слов либо juxtaposition то есть либо противопоставление либо ну либо там сравнение либо отсылка к общему ну к общей культуре и так далее ну это специальный около 20 пунктов из языковых средств используемых обычно в авторами в для для убеждения в своих эссе и затем мы с вами пишем эссе вот эссе пишется 50 минут в с эти она не обязательная часть потому что многие колледжи уже не требует его в любом случае для для хорошего колледжа приготовьтесь приготовьтесь писать эссе ну где вы можете это узнать у приемной комиссии свяжитесь с вашим колледжем с вашими колледжами куда вы подаете документы и узнать у них необходимо ли вам будет писать эссе или нет если нет тогда вам не нужно не нужно смотреть половину этого видео однако я хочу сказать что например ксения писала писала эссе она написала его ну я сейчас не вспомню бал честно но вот ксения сейчас учится в нью-йорке и я рад за нее и я не жалею что я потратил время на преподавание ей по вот этой книжке с помощью с помощью skype и мы разбирали различные эссе порядок его написания там стратегии слова и так далее и я рад что все получилось я я желаю вам чтобы у вас тоже все получилось и эта книжка я уверен вам поможет стоит она 17 долларов но я вам честно скажу в описании в description этого видео гляньте вот внизу гляньте я вам дал ссылку на amazon возможно там эта книжка будет дешевле желаю удачи в тесте надеюсь видео вам понравилось ставьте лайк спасибо что смотрите